Светлана Чумаченко Потому что научиться – это значит дальше продолжать работать над куклой. А так как это и сложно, и трудоемко, и очень многие люди, они не имеют художественного образования, поэтому им легче просто прийти ко мне под моим, так сказать, присмотром, сделать себе куколку и уйти с ней. Ну а сколько времени требуется, да, чтобы научиться этому мастерству, этому ремеслу, вот, к примеру, если человек до этого никогда ничего своими руками не мастерил? Ко мне, в общем-то, и приходят такие люди, которые, ну, во всяком случае, кукол не делали. Я предлагаю за 10-12 занятий. Это одно занятие – три часа. Но, как правило, больше получается занятий, потому что всё-таки, ну, это сложно. Ну, это ещё и кропотливый труд. Можете дать советы новичкам, да, самоучкам? Всё-таки на что стоит обратить особое внимание, какие чаще всего ошибки допускают в работе? Прежде всего, если вы хотите сделать куклу, и не просто куклу статуарную, а именно шарнирную, почитать, поискать в интернете. Материала очень много. Обязательно обратить внимание на анатомию, потому что это всё-таки кукла анатомичная, анатомичная, то есть практически приближённая к человеческому телу. У неё должно быть всё. Вот. Поэтому надо обязательно почитать литературу, там, академический рисунок, например. На каком этапе возникает эта реалистичность? Всё-таки, ну, и раз смотришь, и взгляд вот действительно как у человека. Реалистичность возникает сначала в голове. Вскрываешь глаза, и ты видишь образ будущей куклы. Почему у неё реалистичный взгляд? Потому что у неё вставные глаза. Глаза и лицо – это, наверное, одно из важных у куклы моментов. Скажите, а правда, что отдельные детали можно купить в специализированных магазинах, если возникает какая-то сложность в исполнении? Именно детальки, из которых собирается кукла, они нигде не покупаются, они делаются собственными руками. Что приобретается в кукле? Это эластичный шнур, резинка, например, потому что просто в магазине сложно купить. То есть это надо покупать в специализированном магазине. Глазки те же, стеклянные, предположим, или акриловые. Трессы, чтобы волосы сделать. Какие-то материалы с мелким рисунком. То есть это всё покупается в специализированных кукольных магазинах, магазинах которых в Ростове нет. Ну, вообще, это куклы с тысячелетней историей, но всё-таки интересно, когда они пришли к нам в Россию, откуда эта мода вообще пошла и в какой момент? Именно шарнирная кукла, вот в таком варианте, она пришла, собственно, не совсем и давно. Это где-то в 90-х годах в Японии стали делать шарнирных кукол из полиуретана. В России она вообще, наверное, 2006-2008 год стали появляться именно авторы шарнирной куклы. Массового производства, такого, как в Японии и в Китае, у нас нет именно фабричных. Ну, кукольники, они ещё и дизайнеры твоего рода, потому что нужно проработать полностью весь образ, и одежду, и прическу, и цвет волос, и аксессуары. Вот скажите, есть какие-то прототипы или полученный результат – это плод вашего воображения исключительно? Вообще, когда начинаешь заниматься куклой, и очень многие мои ученики это отмечают, ты начинаешь на людей обращать внимание совсем по-другому. Ты не смотришь просто на человека, в чём он одет, или как он выглядит, хорошо или плохо. Ты всегда смотришь, какой у него нос, какой у него рот, какая у него прическа, какие у него аксессуары. То есть, вот это всё в голове кукольника откладывается постепенно, и когда ты делаешь куклу, вот эти вот все маленькие образы, которые ты где-то видишь, там, 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 они как-то соединяются все в одну кучку. А бывает просто, ты куклу делаешь и даже не знаешь, кем она будет, и ты думаешь, ну, скажи мне, ну, кем ты будешь? Она молчит, и только потом вот она вдруг говорит, вот я буду, например, вот море гёл. Она мне сказала, я хочу быть вот в такой одежде. А тяжело с ними расставаться? Не то, что тяжело. Мне всегда важно, куда попадёт моя кукла, потому что пока я её делаю, я, ну, прямо вот проживаю с ней вот часть жизни. Поэтому мне важно, чтобы эта кукла была всё-таки у человека, который бы её любил, а не просто вот приобрёл, поставил её куда-то и забыл о ней. Скажите, пожалуйста, а кто чаще всё-таки заказывает такие куклы? Коллекционеры или действительно родители детям? Её приобретают взрослые люди, коллекционеры тоже. Ну, в основном просто вот человек увидел, полюбил и купил. Спасибо большое, Света, что пришли к нам. Удачи вам и новых творческих побед. Спасибо вам. До свидания.